Проблема низких зарплат находится на постоянном контроле администрации города. Руководители предприятий, сотрудники которых получают вознаграждение за работу ниже среднего по отрасли в регионе, просят объяснить, почему так происходит и принять меры к повышению уровня оплаты труда. Вот зарплатный, борьбы с серой заработной платой, то есть сейчас все органы во всех структурах будут вежливо рекомендовать и справиться самим. А потом будет, я не могу говорить, что будет, потому что это, как говорят, это на уровне уже безопасности страны, вопрос будет выноситься на уровне безопасности страны, потому что это социальные гарантии, это уровень жизни людей, это не только, это бюджеты понятные, но то есть это люди, которые находятся на чертой жизни. На заседаниях комиссии рассматривается финансово-хозяйственная деятельность армавирских предприятий, а также своевременность и полнота уплаты налогов. Особое внимание при этом уделяется организациям, чьи сотрудники, по данным налоговой службы, получают низкую зарплату. С представителями таких предприятий проводят разъяснительные беседы. Им рекомендуют повысить уровень заработной платы. Если мы с вами через месяц видим увеличение МГФ, которые поступают от предприятия одного, от предприятия второго предпринимателя, ну хорошо, если это укладывается в рамки наших рекомендаций, то с вами пожимаем друг другу руку и занимаемся дальше. Вы производством, мы исполнением бюджета и реализацией социальных программ. Если мы понимаем, что выплаты через налогообложения остались такими же, как сегодня, мы понимаем, что это невысокая заработная плата, далее по тому порядку, который мы используем в работе нашей комиссии, начинают заниматься правоохранительные. Внимание участников заседания акцентировали на вопросе о специальных рабочих местах для трудоустройства инвалидов. Некоторые организации города отказываются соблюдать законодательство и регулярно платят штрафы, вместо того, чтобы принять на работу людей с ограниченными возможностями. У нас подлежат квотированию больше двухсот работодателей, все до одного выполняют квоты, и только два предприятия, одного хозяина, Росталь и Росталь БСЗ, категорически отказываются выделять и создавать рабочие места для инвалидов. Они, вот при том, при всем, что не хватает денег и, в общем-то, низкая заработная плата, ежемесячно платят, самый высокий штраф 10 тысяч ежемесячно, более года платят, и принципиально они хотят принимать на работу и создавать рабочие места для инвалидов. Первый заместитель главы Армавира рекомендовал принять к сведению замечания и устранить их в ближайшее время. Я, опять же, полагаю, что из двух сторон с лишним человек, скажем, да, с различными обязанностями, ну, несколько человек можно иметь, в том числе с различными ограничениями по трудоспособности, но, тем не менее, там, обязанности они будут исполнять. Поэтому тоже рекомендовали бы посмотреть. На заседание комиссии в этот раз пригласили представителей 12 организаций. Сотрудники ряда из них, по официальным данным, получают заработную плату ниже прожиточного минимума. Как поясняют сами работодатели, некоторые граждане работают на полставке. Между тем, подобную информацию необходимо своевременно предоставлять в налоговые органы во избежание проблем.